— Туговато я сегодня соображаю, — пожаловался главный. — Это как же прикажешь понимать? К такого рода новостям надо давать привыкнуть. Я выдержал аккуратную паузу и повторил. — Круглая, шеф! Им взбрело в голову, что она круглая. — Глубоко откинувшись в кресле, главный обозрел меня с таким изучающим любопытством, будто я лично выдумал весь этот срам. Затем минуту-другую что-то прикидывал, беззвучно шевеля губами, и, наконец, облегченно вздохнул. — Дураки! Объясняем, что те, которые внизу, осыплются с нее, как горох. Уже пробовал. У них на этот счет своя теория имеется, и, надо сказать, довольно складная. Дескать, не туда тебя тянет, где низ, а вовсе наоборот, куда тебя тянет свалиться. Там как раз низ и оказывается. — А поскольку... — Здесь главный рывком выпрямился и проткнул меня неподвижным взглядом. — Я послушно замолк. — А поскольку... — Повторил он, пытаясь зацепиться. — Поскольку... — Не маячь, сбиваешь. — Значит, поскольку земля круглая, и все вещи притягивают к середине, то низ везде разный, но всегда под ногами. — Так, что ли, у них получается? — Вы уловили самую суть шеф. Именно так они, с позволения сказать, рассуждают. Главный недоверчиво покачал головой, пытаясь нащупать логическую брешь. Потом восхищенно заерзал в кресле. — Нет, ну ты подумай. Все наизнанку вывернули, а комар носа не поточит. — Хоть сейчас к исполнению. — И, помолчав, добавил. — Все-таки иной раз они на удивление красиво фантазируют. — Так их ли в этом заслуга? — восторженно пропел я, поспевая за хозяйским настроением. — За что я был пожалован презрительной гримасой. — Сколько я вас учил избегать прямой лести. Ну, неужели трудно было, к примеру, заметить неплохая иллюстрация потенциальных возможностей мозга приобретению навыков абстрактного мышления? А уж я, честное слово, соображу, на чей счет это отнести. — Ну-ка, потренируйся. — В полной мере, послушно отбарабанил я, проявляется специфическая видовая способность к сложному адаптивному поведению. — Молодец. И у тебя, кстати, тоже. Если научишься не слишком очевидно подлизываться, могу протерпеть тебя достаточно долго. А теперь ступай и растолкуй им насчет слонов и черепахи. Помечтали и будет. Я замешкался, выбирая, что мне милее. Выложить все сразу, рискуя угодить под горячую руку, или же сбежать, обеспечив себя на будущее неминуемой нахлобочкой. — Не получится, шеф, — выдавил я, наконец. — Они усматривают парадокс. — Вот как? И кто же это изволит усматривать? — Философы. Это вроде мудрецов, только еще вдобавок и нахалы. — Ведь до чего додумались? — Ну, хорошо, — говорят. Мир покоится на трех огромных слонах. Это мы поверим. Слоны стоят на черепахе. Это мы тоже можем допустить. — А на чем держится черепаха? — Так. И на чем же она у нас держится? — Вот и они хором заладили. На чем? Тут мы оба замолчали. Я подавлено, а шеф угрожающий. — У меня не осталось сомнений, что добром это не кончится. — Кто у нас там был по материальной части? — прохрепел главный. И когда позвали первого, незамедлительно перешел к делу. На чем у нас держится мир? Это вместо здрасти. Первый был догадлив и мигом побледнел. В процессе реализации означенного объекта, учитывая ситуацию и личные указания, меня не интересует история вопроса. Оборвал его главный. — Будьте любезны отвечать по существу. — Так вы же, то есть, на слонах? — Вот так, коротко и ясно. А слоны? — На черепахе? Первый судорожно глотнул, уловив направление дискуссии. — А черепаха? Первый молчал. Я бы на его месте тоже счел за благо молчать и демонстративно прятать глаза. Впрочем, не знаю, что здесь могло помочь. — Поторопитесь с ответом, — предложил главный тем, ледяным тоном, что скрывает самая мрачная глубина его ярости. И, посмотрев в упор на обомлевшего от страха первого, проговорил, — Боюсь, мне с вами придется расстаться. И тут же расстался. После чего долго и рассеянно глядел прямо перед собой, зябко кутаясь в прохладную хламиду, наконец вспомнил про меня. Давно это у них философия? Да лет уже, пожалуй, триста. Почему молчали? Не смели. И вообще думали, пройдет. Пройдет. Вяло передразнил уже поостывший шеф. В другой раз не посмеешь, так отправишься вслед за ним. И много их, этих твоих философов. Если живых, то примерно с полсотни, ответил я и, главное, мрачно насупился, прикидывая, во что это станет. Только если вы, шеф, имеете в виду прямые методы, то они все уже успели разболтать. Пойди прочь, услышал я наконец и несказанно этому обрадовался. Увидевшись на другой день, явившись на другой день с докладом, я понял, что шеф всю ночь работал. Вид у него был измученный, не поднимая головы и роясь в бумагах. Он назначил меня первым. Я традиционно поблагодарил за честь и доверие, а про себя с тоской подумал, долго ли протяну. Теперь смотри сюда. Главное, придавил ладонью большой лист. На нем были нарисованы два круга со всякими кривыми линиями и затейливыми картинками. Один из кругов мне что-то смутно напоминал. Синее — это вода, все остальное — суша. Это восток, здесь твои уники. Это, он щелкнул пальцем по другому кругу, запад. Здесь их пока нет, но со временем тоже наберется достаточно. Теперь запоминай, что тебе надо сделать. Берешь эти самые восток с западом и прилаживаешь друг к дружке вот по этим черточкам, да повнимательные, горками наружу. Потом все это хозяйство поднакачаешь, чтобы получился шар. Вот здесь по стыку нашлепая островков, помельче и покрупнее. Как будто так и было. Но без лишней нарочитости. Да, поаккуратнее с тяжестью, чтобы везде к середине. А то лови их потом охапками. Все понятно. Приступай. Почти все, — сказал я, собирая бумаги. И решаясь на единственно неясный для меня вопрос. А куда черепаху? Вместо ответа главный посмотрел на меня с выразительным недоумением, и я попятился к двери, не завидуя ни себе, ни черепахе. «Я что-то плохо расслышал», — проворчал главный, недовольно поморщившись. «Что ты там такое плетешь? Теперь уже и вертится». Учти его, — повторил я. Шеф задумался, — скорее всего, о том, каких еще ждать от них пакостей. Вот как. И что же, опять стройная теория. Это уж как водится. Компания там довольно пестрая, но из самых отчаянных. Один итальянец вот с таким воротником затеял как-то с башни железными чушками кидаться, полгорода насмерть перепугал. «Так надо поучить манерам», — сухо порекомендовал главный. Воротник, впрочем, можно оставить. «Да если бы он был один! А то, знаете, до каких уловок додумались. Выискался один хитрый поляк, написал книжечку, да тут же и помер. С него теперь и взятки гладки. А уж этот набрал команду и растрезвонил, где только мог. Словом прошляпили», — заключил главный. «Простите, шеф, мы все надеялись, что они сами это дело вот-вот уладят. Ведь судили же воротника-то. Отрекся. То есть как это отрекся? Да у него что же, семь пятниц на неделе? И в глазах шефа, или мне только показалось, мелькнула легкая тень разочарования. Отрекся, шеф, уломали. А за порог вышел, да и говорит, а все-таки она вертится. Я так и сел. «Ах, все-таки, значит, вертится!» — «И вокруг солнца!» «Что?» «Выходит, дело я успел наебедничать только наполовину. И еще вокруг солнца!» — подтвердил я. Шеф посерьезнел и, глядя в потолок, стал подсчитывать детали. «Ага! Круговые орбиты не подойдут, нужны эллиптические. И светило лучше не в центре, а в фокусе. С эпициклами мы, выходят, перемудрили. Они сами выписываются без лишних хлопот. Ты только подумай, все сходится. Мда, жаль будет молодцов!» Я собрал все свое мужество и сказал холодея. «Там, шеф, вот еще какая беда! Они зрительных труппо настроили и смотрят в них аж до тринадцатой сферы. А мы сроду дальше седьмой не крутили, не доходили руки». «Как это не крутили?» Загремел главный. «Что значит не доходили? Может быть, ты забыл своего предшественника?» «Прекрасно помню», подумал я. И еще с десяток других обслуг поспешил сбивчего залепетать. «Так не поступало же указаний. То есть, конечно, и снизу, я понимаю, каждый на порученном месте, но ведь вечно напутают и не хватает, хотя не снимают ответственности. И я полностью... «Уйди!» отрубил главный. «Уйди с глаз давай». Это было как раз то, что я так надеялся услышать. Наутро я не узнал кабинет шефа. Он походил одновременно на келью чернокнижника, часовую мастерскую и лавку детских игрушек. Всюду громоздилась громоздилась хитроумная механика, все летало, сверкало и лязгало. И от всего этого великолепия хотелось немножко спрятаться. «Вот так будем перестраиваться», заявил шеф, вытирая руки о полы бархатного камзола и без некоторого интереса озирая собственную работу. «Запоминай!» «Эти колеса уберешь, эти шпильки тоже долой, планеты запустишь по эллипсам, там на столе тетрадка с параметрами орбиты. Другая для кометы астероидов. До них тоже скоро докопаются, так уж лучше одним махом. Можешь приступать». Впрочем, погоди. Он направился в тот угол кабинета, где сияла сфера неподвижных звезд, единственно уцелевшая в его ночных хосмогониях. Немного постоял, задумчиво поглаживая сферу и прислушиваясь доносящимся изнутри хрустальным звуком и решившись одним ударом рассыпал ее в сверкающую пыль. Я только и успел, что ахнул. «Нам нельзя быть непоследовательными», пояснил он, тщательно отряхиваясь и стараясь выглядеть спокойным. «Да иди же ты, работай, чего встал? Пусть все летит и вертится». Повторяю, «все». «Куда?» – спросил я. И не спросил даже, а закричал, потому что бывают моменты, когда и нашему брату жизнь становится в копейку. «Да там разберемся», – честно сознался шеф. «Я в них верю». И мне не осталось иного, как уверовать вслед за ним. Уж они не подведут. Они-то понавыдумывают. Это будьте благонадежны. «А ну-ка, повтори, что ты сказал», – глухо процедил шеф. «Таким свирепым даже мне не приходилось его видеть». «От, от, не могу, шеф». Язык не поворачивается. Не поднимаясь из кресла, шеф молча и мучительно медленно подался в мою сторону. И у меня сразу получилось. «От обезьяны, шеф! Только я?» «Помолчи!» Он как-то сразу обмяк, грузно обвис на подлокотниках и уставился в угол. Я бесшумно выдохнул, стараясь о себе не напоминать. «Стыд-то какой!» – вымолвил он наконец. «Да как же это можно додуматься, чтобы из криворотой мартышки и вдруг, нате вам, венец творения!» Я уж и не заикаюсь об элементарной благодарности. Но где же их хваленая логика? Что касается исходного вида, шеф, то они предпочитают шимпанзе. И не вдруг, а постепенно. Они теперь помешались на эволюции. «Эволюция?» – оживился главный. «Что-то новенькое?» «Французская выдумка. Я в этом пробовал разобраться, если, к примеру, взять дождевого червя и вместо него сразу подсунуть африканского носорога, то все увидят, что их надули. Но если тот же фокус растянуть надолго, то никто и не заметит. В этом вся штука. Кто видел червяка, все давно повымерли. А кому встретился носорог, тому некогда рассуждать о всяких пустяках. И сколько же на эти фокусы полагается времени? Они говорят, миллиарда лет должно хватить». Шеф тихо присвистнул. «Миллиард?» Вот это действительно нахалы. «Где же они его возьмут?» Затем, что-то прикинув и хлопнув ладонью по столу, отрезал. «Нет, столько не дам. Пусть даже и не надеются. А если меньше, то они опять парадоксов по насочиняют. В этой их эволюции промежуточных звеньев не хватило, так они и всю землю перерыли. Что-нибудь нашли?» «Найдут. Вы же в них верите». «Найдут», – эхом повторил шеф. «Они найдут. Они докопаются. Что ж, надо идти». «Куда идти, шеф?» «Надо идти», – решительно повторил главный и вышел из-за стола. На нем оказались линялые джинсы, белоснежные кроссовки и майка с цветными картинками. На следующий день я едва протестнулся в кабинет главного, доверху набитый книгами. Сам он сидел за столом, скрытый горой журналов и рукописей, и начал он с деталей. «Мы тут прошлый раз, оказывается, с перигели Меркурия промахнулись. Они целых сто лет головы ломали. Так нашелся толковый еврей, на удивление ловко вывернулся. Только тебе придется немного поработать». И по извиняющейся интонации, столь редкой в его голосе, я понял, что работы хватает. «Вот здесь», – шеф раскрыл один из мудреных журналов, «сказано, как искривить пространство, а за одно и время. То есть сказано, что в конце концов должно получиться. А как это сделать, ты и сам сообразишь. Дальше так. Начало отодвинешь на десяток-другой миллиардов лет назад. А чтобы не мучиться парадоксами, устроишь большой взрыв. «Это из-за одного паршивого Меркурия?» «Дешевле не получается. Благодарей за это». Тут шеф неожиданно притянул меня за лацкан и зачем-то, озираясь по сторонам, зашептал в самое ухо. «Да вот еще зачем последи?» «Ежели где у какого тела сколько материи отнимется, то чтобы у другого тотчас столько же и прибыло. Ни более и ни меньше. У них сейчас с этим строго». Он властно отстранил меня, возвращая лицу и голосу обыденное выражение. «У нас завтра что? Пятница? Ну вот и прекрасно. Отчитаешь миллиард лет назад и заквасишь жизнь. Вот по этой статье научишься плести хромосомы». Здесь, кстати, можешь особо не церемониться. Если что и запутаешь, они распутают. И пусть эволюционируют, раз им это так нравится. Я чуть не заплакал от досады. «Шеф, ну как же так можно? Ведь только и делаем, что крутимся, как наняты. Где же наша профессиональная гордость?» «Кому из нас двоих положено рассуждать?» Зарычал в ответ главный. И, пошарив в столе, запустил мне в голову самодельной черной дырой. Шуточки у него, пожалуй, грубоваты. Успел я подумать, закрываясь, подвернувшись под руку увесистой энциклопедии. «Но до чего быстро схватывает новый материал?» На этот раз главный понял все с полуслова. Но беспощадно выждал, пока я в конец не запутаюсь в намеках. Только потом резко спросил. «Ну а если все-таки короче?» «А если короче?» Ответил я, махнув на себя рукой. «То в этой гипотезе они больше не нуждаются». «Занятно. А куда же мы в таком случае все разом подевались?» «С этим у них никаких сложностей, шеф». «Просто нас никогда не было». «И точка». Шеф слабо кивнул, словно не ожидал услышать ничего другого. Он надолго занялся старинным чернильным прибором, рассеянно водя пальцем по его мраморному рисунку. Когда он поднялся из-за стола, то был так грустен, что я почти не испугался. «Надо же!» «А я и не знал». Он недоуменно кивнул на опустевшее потертое кресло. «Значит, всего лишь гипотеза. Пойди-ка сюда». Он направился к окну и так остервенело рванул створки, что вылетевший шпингалет звякнул у его ног. За окном было по-прежнему. В густой траве шумели, гудели шмели, и дрожала тонкая паутина, река плескалась на порогах, все шло своим чередом. Пестрая бабочка беззаботно разложила крылья прямо на стекле. Главный затаился и ловко накрыл ее сложенной в совок ладонью. «А интересно бы узнать», — сказал он, прищурив глаз и с любопытством заглядывая между пальцами, — «откуда она взялась?» «И это все откуда?» Он требовательно указал в окно. «Отвечай!» Они твердят, шеф, что это было всегда. Или же по всяким там законам получилось из тех вещей, что были еще раньше. Допустим. А тогда, тогда для чего там на горке торчит эта штука с куполами? Памятник архитектуры, шеф. Охраняется законом. С чего бы ей не торчать? Далеко за лесом надсадно нудил одолевающий бугор грузовик. На ближнюю сосну прилетела ворона, облюбовала самую высокую, самую хлипкую ветку и, примастившись, удовлетворенно каркнула. «Принеси ко мне отвертку», – скомандовал главный. «Не нашел дело поважнее, чем ремонтировать ремонт покалеченного шпингалета. Я не сразу расслышал, что он бормочет себе под нос, так громко он калашматил чернильницей по согнутому штырю. «Маешься из-за них, маешься», – приговаривал он в такт ударом. «Где я им наберу столько законов?» «Вот и я так подумал», – думаю. «Они еще капризничают. Им их подавай не так много, чтобы запутаться, но достаточно, чтобы обойтись. Без лишних гипотез, без нашей компании, без кого еще, договаривай». «Включая». Деликатно помог я. «Однако у них амбиции», – подытожил шеф, и пока он крутил отвертку, я успел поломать голову, нравится ему это или нет. «Ну что ж, как они любят говорить, клиент всегда прав. А технически…» Тут он прицелился к последнему винту и замер, что-то прикидывая. «Технически это вполне осуществимо. Здесь они угадали. Завтра зайдешь за указаниями». Он закончил работу и несколько раз щелкнул, проверяя, шпингалет. «Окно было, как новенькое. Я раскрыл было рот, но шеф опередил меня. И нечего нюни распускать. Вспомни-ка лучше свою профессиональную гордость и ступай, ступай, поразвлекись. У них там сейчас должно быть весело». В дверях я оглянулся. Шеф сидел на подоконнике в полоборота к улице и в повисшей руке безразлично сжимал обломок чернильницы. Взгляд его оторвался от пола, скользнул по стене, за окно и вернулся на пол. Мне казалось, что он меня не видит. Но вдруг, едва заметно усмехнувшись, он проговорил, «Помнишь, как мы строили им черепаху?» Я еще немного потоптался и аккуратно прикрыл за собою дверь. Рассказ «Вариации на тему черепахи». Автор Евгений Чемеревский. От автора, от Евгения Чемеревского. Рассказ опубликован в журнале «Химия и жизнь» в 1987 году под названием «Они придумают». Под этим же названием включен в разные литературные ресурсы, без моего участия или возражений. При повторной публикации в отдельном сборнике я дал ему нынешнее название. Выше приведен авторский вариант. Расхождение с журнальными и прежними сетевыми незначительное. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. До свидания.